И теперь мы переходим к сбору колес. Нашу модельку можем поставить немного в сторону. И сейчас нам понадобятся доски 5 и 6. И детали 88 и 95. 88 и 95. Берем 4 зубочистки. Режем наполам. И берем детальку 88. И с лицевой стороны, где у нас нарисованы кружочки, вставляем зубочистки 2. Насквозь до упора. И теперь нам нужно правильно расположить деталь номер 95. Она должна расположиться отверстием вверх. И тут есть такая меточка, насечка возле отверстия. Насечка вверх. И на детали 88. Тоже есть насечка вверх, там где мы ставили зубочистку. Мы должны совместить насечки на детали 88 и на детали 95. Одеваем. Продеваем зубочистки и с обратной стороны лишнее срезаем. Дальше понадобится деталь номер 93. Она находится на пятой доске. Достаем ее и смотрим, что надпись ЮГИРКС должна находиться в правом нижнем углу. Тогда мы берем зубочистки и продеваем сквозь 3 отверстия, которые находятся на равных расстояниях друг от друга. по середине детальки. Аккуратно по одной продеваем до упора. И берем наш диск, уже собранный, и совмещаем детальки. Обращаем внимание, что насечка сверху находится, а надпись ЮГИРКС в правом нижнем углу. и таким образом мы их соединяем. Берем детали номер 96 с шестой доски. Нам понадобятся их три штучки для одного колеса. И из этих деталей составляем еще одно колесо, соединяя их между собой. как кусочки пазла. И заканчиваем сборку колеса. И заканчиваем сборку колеса. в правом нижнем углу. Срезаем лишние зубочистки. И получаем колесо. Теперь нам нужно на него установить резинки. Для этого нам понадобится хелпер и три зубочистки. Три половинки зубочисток. Одеваем резинку на колесо. И теперь нам нужно ее зафиксировать. Для этого мы ставим колесо на ребро. Упираем хелпер в резинку. И продеваем зубочистку сквозь отверстия в колесе и на хелпере. Лишнее срезаем. И так повторяем еще с двух сторон. И так повторяем. И так повторяем. И вот у нас получилось первое готовое колесо. Нам таких собрать нужно еще три штуки. И мы повторяем по инструкции все снова. Деталь восемьдесят восемь. Заготавливаем зубочистки. Продеваем в отверстия. Берем диск номер девяносто пять. Совмещаем меточки. Продеваем и срезаем ненужные концы зубочисток. Дальше берем деталь номер девяносто три. Продеваем зубочистки таким образом, чтобы надпись югерс была в правом нижнем углу. И совмещаем с заготовленным диском. Надпись югерс внизу справа и есть меточка вверху. Переворачиваем детальку. Берем детали с номером девяносто шесть. Их нам нужно три штучки. И из них опять составляем колесо. Складывая их как детальки пазла. И завершаем сборку колеса опять деталью номер девяносто три. Устанавливая ее опять по меткам. Метка на диске сверху и надпись югерс справа внизу. Удаляем ненужные зубочистки и натягиваем резинку. С помощью хелпера фиксируем ее. Продевая, помогая себе хелпером, прижимаем резинку и проталкиваем зубочистку. Ненужные детальки, ненужные зубочистки срезаем. И осталась одна. И вот у нас уже два колеса готова. Нужно еще два. Опять нам нужна деталь номер восемьдесят восемь. И диск номер девяносто пять. Продеваем зубочистки. Совмещаем метки. И ненужные зубочистки срезаем. Берем деталь номер девяносто три. Сразу можно две достать. ненужные части убираем и готовим половинки зубочисток, которые нам понадобятся. Сразу выкладываем деталь меткой вверх на девяносто третьей детали надписью гирс в правом нижнем углу. Совмещаем деталь. Опять берем деталь номер девяносто шесть. Три штуки. И формируем из них колесо. Три штуки. Три штуки. Готово. И теперь одеваем деталь номер 93. Опять в правом нижнем углу надпись U-Gears устанавливаем меткой вверх диск и одеваем. И ненужные части можем срезать. И натягиваем резиночку. Фиксируем. С помощью хелпера ставим колесо на ребро и продеваем сквозь отверстие. И хелпером помогаем придавить резинку. Ненужные сразу удаляем. Верхними петли. Играем. И... И вот уже мы имеем три колеса. Теперь мы установим колеса на нашу колесную ось. Снимаем зубочистку, которая фиксировала наши шайбочки, чтобы они не выпадали. И одеваем колесо. Нам нужно расположить нашу ось отверстием вверх. И одеваем колесо меточкой вверх. Очень важный момент. Колесо ни в коем случае нельзя одеть таким образом, потому что оно будет затирать о корпус. Колесо нужно одеть вот так. Дальше мы должны подготовить два кусочка зубочистки, обрезанных по хелперу номер 2, для того, чтобы зафиксировать колеса. Рекомендую взять зубочистку, обрезать самый край и оставить немножко скос, чтобы легче было зубочистку установить. И сделать две такие заготовки. Теперь эти заготовочки мы ставим в отверстие на диске колеса. Для того, чтобы их зафиксировать на оси. Можно чем-нибудь помочь себе. Зубочистки ставятся не до упора, не вровень с диском, а немножко над ним возвышаются. И теперь мы ставим деталь номер 97. Я достаю ее из пятой доски. И на ней тоже есть меточка. Совмещаем метки. И одеваем ее на ось. Дальше нам нужно заготовить кусочек зубочистки по размеру номер 3. Для этого мы тоже обрезаем острие. И режем край зубочистки с немного скошенным концом. Для того, чтобы он лучше заходил в отверстие. И фиксируем колесо на оси этим кусочком зубочистки. Таким же самым образом устанавливаем колесо с правой стороны. Убираем зубочистку, которая держит у нас наши шайбочки. И совмещаем метки. С этой стороны я тоже установила колесо с меткой вверх. Берем следующее колесо. Смотрим, чтобы меточка была вверх. Внутренний диск внутри. И готовим два кусочка зубочисток по размеру номер 2. Чтобы зафиксировать колеса. Можно помочь себе хелпером протолкнуть немножко зубочистку. Дальше берем деталь номер 97 на доске номер 5. Совмещаем метки. Метка должна быть сверху. Одеваем ее на ось. И готовим зубочистку по размеру номер 3. С немного скошенным краем. Продеваем ее. И таким образом два колеса у нас зафиксированы. Теперь у нас остается третье колесо. Это запасное колесо. И оно устанавливается сзади. Для того, чтобы его установить, надо завести его тоже меткой вверх. Можно немножко раздвинуть корпус. Вот так далее. Продолжение следует. наклоняем его фиксируется она деталька номер 133 берем ее с 5 доски вот она немножко смазываем шип и обратите внимание что шип ставится этим выступом к колесу внутрь немножко смажу когда будете ставить этот шип не нажимайте не упирайте колеса сильно не прикладывайте усилия чтобы не сломать пусть или шестеренки достаточно легко ставится дальше переходим к сбору передних колес опять нам понадобится детали номер 93 деталь номер 94 и три детали с номером 96 опять мы располагаем деталь 93 таким образом чтобы надписью гирс находилась справа внизу нам понадобится 6 зубочисток делю их на две части вставляю с лицевой части детальки номер 93 отверстия которые находятся на равных расстояниях между надписями по средине детали не с краю а по середине так готова и совмещаем с деталью номер 94 она у нас симметричная без рисунков и потом одеваем детали номер 96 которые опять образуют при соединении между собой колесо и сверху закрываем деталью номер 93 обращая внимание на то что надписью гирс должна быть справа внизу ненужные зубочистки вырезаем надеваем резинку с помощью хелпер а прижимаем и продеваем сквозь отверстие помогая себе хелпером зубочистку фиксируя таким образом резинку и так повторяем еще два раза вот Одно колесо есть, осталось еще одно. Опять берем деталь номер 93. Тут есть блок с детальками 98, мы их пока отложим. Надписью «Гирс» справа внизу продеваем три зубочистки. Можно заменить. Дальше берем деталь номер 94, шестая доска. Одеваем ее, и у нас осталось три детальки с номером 96. Собираем их, одеваем отверстиями на зубочистки и соединяем между собой. Таким образом получается колесо. Закрываем деталью номер 93. Внутренний блок пока отложим. И смотрим, чтобы правильно совместить рисунок на колесах. Надписью «Гирс» справа внизу. И надеваем. Срезаем лишние зубочистки. И надеваем резиночку. Готовим себе три половинки зубочисток. И продеваем сквозь колесо, помогая себе хелпером и фиксируя на колесе резинку. Продолжение следует. и так получилось у нас два колеса и дальше мы переходим к их установке нам понадобится доска номер 5 и на ней деталь номер 99 достаем ее обратите внимание деталь несимметричная с одной стороны имеется выступ куда будет установлена деталь к но пока мы возьмем тоненькие резинки нам потребуются две штучки сложенные вдвое складываем резиночку вдвое и продеваем сквозь отверстие таким образом ну и 2 есть теперь нам нужно смазать шип посередине и очень правильно установить нашу продольную рейку для этого обратите внимание отверстие должно быть левой стороны автомобиля отверстие левая сторона автомобиля и продеваем аккуратно наш шип есть теперь надо установить резиночки специальные воды и крючки для них зацепили и другой стороны то же самое есть тут немножко соскочила и сейчас я ее поправлю теперь нам понадобится деталь номер 100 вот она тут же на пятой доске и к ней деталь номер 101 переворачиваем наш автомобиль и чтобы установить деталь стол нам необходимо подвинуть вот эту вот планочку зацепить за нее деталь деталь нужно предварительно смазать и отверстие можно тоже зацепляем зацепляем таким образом теперь можем ее чуть-чуть подвинуть чтобы зацепить ее за рейку и она становится в отверстие теперь мы ее фиксируем деталью номер 100 все установили дальше понадобятся детали номер 98 для установки колес девяносто восьмую детальку одеваем на нашу продольную рейку если плохо заходит можно смазать и стараемся одеть до упора дальше одеваем колесо надписью гирс у нас справа внизу смазываем и фиксируем опять деталью номер 98 по хелперу отмеряем зубочистку с размером номер два по размеру номер два и фиксируем переднее колесо готово с обратной стороны тоже самое смазываем нашу рейку одеваем деталь номер 98 одеваем до конца колесо опять деталь 98 обрезаем по размеру хелплера номер два и фиксируем колесо и так мы собрали практически полностью наш автомобиль он уже на колесах и теперь мы переходим к сбору выхлопной системы автомобиль можем отставить немножко в сторону и дальше нам понадобятся детали с номером 115-116 находятся они на четвертой доске 116 совмещаем их таким образом и и дальше берем деталь номер 117 обратите внимание детали 117 118 119 и 120 очень похожи между собой но различаются по немного по размеру и еще присутствием шипов но главное не перепутать в каком порядке они одеваются поэтому достаем по одной начинаем детали 117 детали 115 и 116 между собой можно смазать можно еще даже немножко отшлифовать совмещаем и одеваем деталь номер 117 следующее 118 вот шип потом 119 и деталь 120 располагаем их таким образом чтобы они попали в отверстия 115 и 116 детали нижняя верхняя и детали 115 и 116 раздвигаем таким образом чтобы они стали в одной плоскости раздвигаем наши детальки 117 118 119 и 120 и в образовавшиеся отверстия нам необходимо установить детали 121 смазываем ее если нужно удаляем заусенцы и обратите внимание каким образом она ставится есть стрелка должна быть повернута к вам и шип немного скошенный сверху продеваем ее сквозь детальки и таким образом одну часть мы собрали теперь 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 нужно установить зубочистки делим две зубочистки напополам и устанавливаем отверстие в отверстие внутри чтобы еще больше между собой раздвинуть детали и зафиксировать их подрезаем зубочистки старайтесь аккуратно чтобы ничего не повредить одна деталь готова нам нужно таких две но обратите внимание что они должны быть в зеркальном отражении поэтому собирать будем вторую часть зеркально опять нам понадобится детали 115-116 располагаем их зеркально зачищаем и смазываем совмещаем детальки и и начинаем со 117 детали одевать следующая 118 119 и 120 совмещаем с верхними и нижними отверстиями и развивая между собой 115 и 116 деталь 115 вверх 116 вниз 126 106 и 106 126 и 117 и 107 здесь 127 и вверх четвертую 128 137 и и здесь она будет у нас располагаться стрелкой от себя с обратной стороны штана зеркальная смазываем ее и удаляем заусенцы и продеваем сквозь все детальки готова с обратной стороны устанавливаем зубочистки и аккуратно срезаем ненужные части готова теперь устанавливаем нашу выхлопную систему слева и справа начинаем с левой стороны и можно немножко смазать шипы для лучшей посадки и с правой стороны готова